Доброе утро, ребята! Во-первых, мы сегодня поедем в Сэмс Клаб и обязательно вам снимем распаковку. А во-вторых, ребятушки, ну это для тебя новость, но ничего. А во-вторых, ребятушки, сегодня нам приходит посылка из Икеи. И мы обязательно покажем, что мы заказали и что мы с этим будем делать. Чем мне нравится Икея, она постоянно предупреждает. Вы знаете, вот как? Они нам уже вчера звонили. И вот сегодня они опять нам написали и написали сейчас, что мы будем через 15 минут. А ты скажешь, что ты Икея, тебе чем нравится? Ну так это мне Икея нравится, что предупреждают. Вчера они сказали, что мы будем с такого-то времени по такое-то время. Ну и сегодня они мне пишут, мы будем через 15 минут. Это очень удобно, ребят. То есть можно заниматься какими угодно делами, знаете, и не думать о том, что целый день надо сидеть и кого-то ждать. Я считаю, что это очень-очень классно. Ребят, так как у меня есть время, я вам покажу, какие луки себе Виолетта собрала на три дня. А может, ты расскажешь? А что тут рассказывать? Ну что тут рассказывать? А здесь ты без брюк пойдешь? Нет, это я шорты одела. Шорты? А-а. Да. А то я подумала, что здесь... О, Икея звонит. Мы побежали, ребят. Посмотрите, нам сколько всего доставили из Икеи. И сейчас мы будем распаковывать и вам показывать. Это ты распаковываешь что? Ножки отсюда. О, они у тебя белые. Белые ножки? У тебя белые. Ух ты, круто. Не черные? Точно это ножки, да? Да. Прикольно. Ух ты. Ух ты, ух ты. И белые колесики. Они горячие такие. Ну да. Ну что, на улице очень жарко. И хорошо. Да, все белые вот. Класс. Даже белые ножки. А у меня черные. У Виолеты были черные ножки. И вот такая... Слышишь, а где серая штучка от сидушки? Ну ты поняла, она есть или нет? Интересно. Это что? Это ты себе заказывала ведро. Нет, это белая разве себе? Это я тебе, по-моему. Нет, я помню, что я заказывала вот то вот. Ну я так не помню. Я помню, что я белая тебе, которая была подешевле. Это для тебя, милая. В твою белую комнату белое ведро. Вот. Так. Я теперь переживаю за серую штучку. Она есть или нет? Тоже открыли. Вон серая штучка. Где? Вот. А, да, есть серая штучка. А, да, есть серая штучка. А это вот такая табуреточка у нас еще. Так, это вон, да. Ну не кидай ты так. Это мне, одна, одна тебе. Угу. Класс. Так, тут надо я забрала все. По чуть-чуть вот тут погнутая, ну ладно. Вот это я себе заказывала, по-моему. Я себе. Ты себе заказывала? Угу. Так ты себе для бумаг вот это заказывала? Нет, я заказывала и то, и то. А я себе что заказывала? Я себе тоже, я помню, заказывала, что ты заказывала. Нет, а ты себе... Нет. Так, дальше убирай. Леточка, мы разберемся. Ладно. Что кто себе заказывал? А, тут их четыре. Давай дальше посмотрим. Я не знаю. А вот здесь... А, это столешница, правильно? Или нет, столешница вон. А что здесь? Это твои полочки. А, это мои полочки. Угу. Так, обожди, а в коридоре что-то еще лежит? Ну, там твоя мусор. Ой, мусор. Да, твоя мусор. И все? Да. Ребята, вот такие вот у Виолеты бумажные, типа папочки. Да. И вот такой у меня мусорный. Мусорная ведерочко. Такое. Ох ты, симпатюлечка. Хорошо. Вот такие наши покупки в Икее. Вот так вот. Люблю, когда все запаковано. Люблю распаковывать. Только аккуратно, не порежь. Этим ножиком. Ну, что, железяку? Да, ну, можно ее поцарапать, и она будет поцарапанными. Как? Легко поцарапать железяку, которая такая вот сеточная. Легко поцарапать. Железяку, сеточка. Еще капюшу. Еще капюшу. Видите, один больше, другой меньше. Угу. Вот так. Класс. Ребяточки, мы уже приехали в Walmart, и посмотрите, какие прикольные хлопья тут есть. С супер-котом и с леди-бак. У-ху. Ра-ра. Должна ли я купить их? Как вы думаете? Ребяточки, я ищу рюкзаки, и посмотрите, куда я запрела. Это просто милая секция с маленькой обувью. Посмотрите, такие тапочки для дома, такие тапочки для дома, такие тапочки для дома. Короче, куча всего. Вот прям куча всего и очень милого. Просто посмотрите на эти ковбойские милые сапоги, сапожки. Просто милота. Ну, а мне этого не надо пока что. Вот. И я иду, видите, тут всякие секции с разным. Всем, вот, к примеру, это для всяких вечеринок. Ну, короче, я иду искать секцию с рюкзаками, потому что я хочу всё-таки купить себе рюкзачок. Ребятушки, мы вернулись из Сэмс Клаба, из Walmart. Вот, сегодня у нас такая была закупочка. И купили. Да, телевизор мы только посмотрели и не купили, но зато посмотрите, какие у нас подсолнуки. Вы знаете, покажи, каждые подсолнуки, они настолько были прекрасны, что мы купили все три варианта. Вот такие. Вот такой в горшочке. Горшочек мы красивый. Мы красивый, конечно, поменяем горшочек. Куда мы поменяли? Ну, купим хороший горшочек. Его нельзя поменять. Нет, мы поставим один в другой. Понял? И будет очень красиво. Да, и вот такой букетик, такой осенне приятный букетик. Очень классные, классные, классные. Да, кто не помнит, подсолнухи – это символ Украины. И поэтому, вы знаете, мне очень хотелось, чтобы дома у меня здесь были подсолнухи. Для меня это очень важно. Ну, потом, вот, вы можете видеть арбуз. Купили арбузик. Арбузик при арбузик. Дальше суши. Суши Виолетточка себе купила. Просто на стол. Вот такие вот. Будет кушать моя зайка. Купили малину. Чтобы вы понимали, вот такой вот лоток малины стоит 2,40. Это что, чипсы? Они чипсы стоят. Они одинаковые. Чипсы-чипсы. Вот. Они одинаковые. А зачем тебе столько чипсов? Ну, потому что одни я хочу отдать. Кому? Какая разница кому? Какая разница кому? Вот. Смотрите, вот такая вот колбаса. Тут нарезка. Тут два вида колбасы и хамон. Вот. Одни мы отложим для гостей. Одни я сейчас. Да, у нас в субботу будут гости в следующую. И мы это дело отложим. Ну, это голубика. Так. Ну, и, конечно, смотрите, кофе. Покажи, какой кофе? Молотый, старбаковский. Старбаковский. Такой вот кофе мы купили. Ну, вот так. А плед ты показала свой? Нет. А где твой плед? Покажи свой плед. Ребята, зеленушка. Здесь уже нет сил показывать. Тут тоже зелень. А вот тут вот, смотрите, мы купили... Покажи, пожалуйста. Мы купили плед, Виолетка. Купила... Это жвачки? Это жвачки. Это неинтересно. Купила плед, Виолетка, вот такой вот. Вот такой вот интересный и... Он маленький. Маленький. Это ты для природы купила? Или для чего? Или для комнаты? Ну, например. Сейчас она вам распакует и покажет. Ой, он тут еще запакован. Ребяточки, вот такой вот пледик. Вот такой вот пледик. Так вот он вот здесь. Видите, бывает жизнь полосатая, черно-белая. А Виолетке захотелось пледик такой. Так. Ну. Ну, например, если мы куда-то поедем. На природу, еще куда-то. Очень такой хорошенький пледик. Так вот откутался и все. А для ванны мы купили маленькие беленькие полотенечки. Покажи. Даже после... Сейчас. Даже после душа, я не знаю, еще что-то. Можно так вот закутаться в пледик. Или на кровати сидеть. Или на диване сидеть. Закутаться в пледик. И все, что-то здесь. Понятно. Так вот, для ванной комнаты мы купили вот такие беленькие полотенечки. Но они не одноразовые. Ну, они не одноразовые. Но они удобные. Нам нужны именно небольшие, небольшие полотенечки, потому что там висит кольцо довольно низко. А я не люблю, когда полотенца касаются раковины. Поэтому купила низкие, маленькие полотенечки. Используется, например, как оно используется. Ты умылся. Протерся этим полотенцем. Потому что если ты протираешься полотенцем, которому вытираешь руки, то бактерии плохие, заходят за ногу, забивают поры. Вот это вот все. Ну, а для рук мы повесим полотенца напротив унитаза. Зачем? Ну, как зачем? Чтобы было для рук. Какой ужас. Ну, почему? Там достаточное расстояние. Так мы и сделаем. А что еще? Что я хотела? А, вот эти вот полотенца. Ну, короче, у каждого должно быть индивидуальное полотенце. Вот. Конечно. Это должно быть хорошо. И как делают? Умываются, умываются. Ну, как я знаю. Потом кидают в всю стирку, в всю полотенечку. Понятно. Ну, хорошо. Будем кушать, ребят. Мы устали. И сейчас мы должны покушать. Всем приятного аппетита, кто кушает вместе с нами. Ребят, вот сейчас у нас столько частей. И мы сейчас будем собирать вот этот вот стул. Ребятушки, мы решили сначала собрать стул с мамой. Да, вот так у нас это происходит. Видите, какие красивенькие болтики. Ребят, мы уже, видите, поставили колесики и поставили вот эту центральную штучку. Угу. Вот такой прекрасный стульчик у нас получился. Давай, садись. И спробуй. А вы высоко корите ли? Ну, это потом я когда соберу стол, я пойду. Тогда можешь его сейчас опустить. Ну, зачем? О, а что он? Не держи там. А то он меня крякает. Худей, худей. Кряк, худей. Кряк, худей. Ух. Очень удобно. О, господи, там подсолнух теперь. У нас теперь три вида подсолнухов. Я вообще думаю, что его надо поставить на балкон. Ага, чтобы его сперли. Подписочки, все, кто были на стриме, я пыталась. Да, ребят, мы... Я разговаривала всё утро с мамой только на английском. Это правда. И я потом разговаривала на английском. Вы знаете, ребят. Скажи. Я разговаривала с Виолеттой, я разговаривала с Лерой. Я устала от такого количества английского языка. Поэтому скажи, что ты была не права, потому что мы с тобой пытались. Я была права, но они пытались. Окей, let's speak English. If you were right, we are ready to support you in your goals. Окей. Ребята, теперь я буду продолжать собирать стол. Продолжать, это значит начинать, потому что стул мы собрали вдвоём. Виолетта дальше побежала по своим делам, а я осталась. Ещё хочу вам показать. Вот мы купили вот такой вот прекрасный набор инструментов. Теперь видите, всё, что надо, есть под рукой. Очень удобно. Вот такая вот отверточка. Меняются наконечники. Видите, сколько их под разные шурупчики. Наверное, мечта для любого мужчины. Ну, и у меня в наличии вот такие вот разные болтики, шурупчики. Чего тут только нет. Ну, надеюсь, что у меня получится. Как говорит одна моя подружка, ребята, будем посмотреть. Ну что, поможете мне в этом? Я волка. Ребята, тумбочка уже собрана. И теперь я собираю вот так вот ящики. Знаете, иногда очень интересное занятие. Ребята, я уже на финишной прямой. Смотрите, как здорово. Вот эти три ящика я уже полностью собрала. И сейчас вот эти ящички остались. И буду дальше собирать стол. Смотрите, вот такой прекрасный стол у нас получился. Мы его собрали. Сейчас я, конечно, еще хочу протереть ящички. Хотя, видите, уже как темно. Вот протру ящички. И стол у меня пойдет вот сюда. Я считаю, это очень хорошее решение. Тут же мой стеллажик. Видите, какой у меня шикарный подсолнух. И тут будет стол. И будет такой рабочий уголок, полный комплект. Чуть позже я вам покажу. Если честно, не знаю, хватит ли сил сегодня это сделать и показать всю комнату. Или уже всю комнату я покажу завтра. На всякий случай я всем говорю спокойной ночи.